Перед нами железная дорога времен СССР, производство ГДР, Германская Демократическая Республика, немецкая железная дорога фирмы Пика. Насколько я помню, подобные комплекты не продавались в провинции, в каких-то небольших городах Советского Союза и были в дефиците. Да и сейчас они особо не продаются. У нас нет магазинов, допустим, где я живу, город с населением 250 тысяч, но каких-то специализированных магазинов, посвященных моделированию железной дорогам нет, потому что этот товар не пользуется сейчас особым спросом. Тем не менее, давайте ее посмотрим. Была куплена она в Москве. Открываем родной упаковочный материал, чехол. И вот она лежит, родненькая. Каких-то деталей нет. Здесь была рельса прямая. Комплект больших рельс в наличии. Здесь пульт управления. Кстати, я заходил, смотрел на сайт, посвященный железным дорогам Пика. Они до сих пор производятся, продаются. Много всяких комплектов существует. Есть и аналоговые, и так называемые цифровые сейчас. Также продаются отдельно составы, локомотивы, вагоны. То есть на любой вкус и цвет можно все приобрести. Но мы сейчас смотрим то, что было во времена Советского Союза. Я сейчас это все достану и вам покажу. Непосредственно сам тепловоз такого голубоватого цвета. Мы видим красную колесную пару основания. Также прилагаются к комплекту два, как можно сказать, прицепных насыпных вагона. Для перевозки именно сыпучих грузов, каких-то. Верхняя конструкция снимается. Ковш. Здесь мы видим надпись. Пика. Еще расскажу. Это немецкая продукция. Времен ГДР. Можно было купить в Москве, в частности, в Детском мире и в других подобных магазинах розничной торговли. Посмотрим тепловоз. Тягач. Маневренный, мне кажется. Или как там у них, у подвижного состава. Подразделяются они в основном. Есть те, которые работают на небольших участках путей. Так как у них мощности не хватает, они являются магистральными, скажем так. Посмотрим. Основание. Да, тоже имеется указание на фирму-изготовителя Пика. Внизу находится моторчик. Ну, я не скажу, на мой взгляд, что модель уж совсем сложная. Потому что верх корпуса тепловоза, он пластиковый. Пластик мягкий на ощупь. Какие-то детали, конечно, прорисованы. Но они прорисованы поскольку детали тепловоза, корпуса. Вот единственное, съемные детали украшают, допустим, подача сигнала осуществляется через указанное сигнальное устройство. Но в принципе, можно же было сделать, хотя это цена была бы, естественно, другая. Чтобы здесь решетка была, допустим, металлическая, прозрачная. Здесь также. Но это пожелание. А имеем то, что имеем. Открывались бы здесь двери. Но это была бы, еще расскажу, другая цена. Тогда за подобную модель. Я предполагаю. Если бы она была более подробно сделана. Носовая часть. Вот они, все вагоны крепятся. Легким движением руки. Руки дрожат. Старый стал. Вот так. В детстве заводил, указанный комплект. Ставил на рельсы и сверху что-нибудь вложил. Мы сейчас внешний осмотр сделали. Все этой занимательной конструкции. И шли вот такие рельсы к ней. К этому комплекту. Там еще в коробке лежат. Надо было сделать круг. И по этому кругу пускать эти паровозики. Ну, в принципе, на каком-то сайте сейчас смотрел. Там продают целый комплект настольной для квартиры. Там идет комплект паровозов. Плюс воссозданный населенный пункт. Лес, здания какие-то, люди, машины, магазины. Ну, не очень большой. Стол примерно где-то 3 на 2 метра. Ну, к примеру. Может быть, 2 на метр. Или 3 на 2. Не суть. 200 тысяч рублей. Ужас. Ставьте, купили такой набор, где у вас бегают паровозы. А ребенок подошел и все сломал. Ладненько, надо будет завести.